Продолжаем строительство стропильной системы. Сегодня у нас на поездке дня изготовление конькового прогона и бабки. Коньковый прогон это центральная балка, которая является опорной для верх. Опорой для верхней части стропильных ног. Стропил, короче. У нас стропила опираются на нее. Существует много различных стропильных систем. Я выбрал для себя такую, потому что она мне больше понравилась. Потому что я работаю один. Мне нужна центральная верхняя балка, на которую я буду укладывать стропила. Опять же, одному мне иначе неудобно. Ну и мне кажется, так будет пожестче. А что такое балка? Бабка. Мы поговорим чуть позже. Но для начала утренняя гимнастика. Опа! 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 Главное правильный соскок Блин, ну мне 42 года Я уже старый человек Мне тяжело уже подтягиваться Вы меня тут не осуждайте Хочется сказать Остановись мгновенье Ты прекрасна Видите, там небо К нам идут опять тучи, опять дождь Поэтому побежали работать А не болтать и выпендриваться На коньковый прогон Мы возьмем обычную стандартную Нашу доску Доску, из которых мы делаем Всю стропительную систему 130 на 40 Но понятие 130 на 40 Тут такое странное Доски все разные по толщине По ширине По углу спила Короче, стандартные Хорошие наши доски Из советской лесопилки, видимо Ну, за неимением гербовой Быстренько-быстренько Покрываем все огнебиозащитой Пока не началось Тучи не дремлят Показывают тут По телевизору Везде жара Люди мучаются от жары А нас замордовал дождь Ни одного нормального Ну, как ни одного Несколько дней было за все лето Нормальный, жаркий А так, в основном То дождь Фу, блин, мошка То дождь То дождь То снова дождь Видели, как прикольно У меня камера Чуть-чуть не навернулась Она оттуда, сверху Кирдык бы ей был Короче, друзья мои Я пошел Взял Маленькую камеру Экшн-камеру У меня SG Cam 5000 Классная камера Конечно, картинка похуже Но ладно Мы иногда будем этим Фотоаппаратом снимать С рук Но оставлять его где-то На досках Я больше не буду Вот Ну, в принципе G Cam 5000 Тоже нормальная камера В принципе У нее нормальная картинка И стоит на адекватных день Отрезали мы очередную Полоску из рубероида Друзья мои Видите Ножовка очень быстро забивается Когда рубероид режем Ну, вот берете шпатель И очищаете зубья Это не сложно Это быстро И потом она опять пилит Хоть кажется так Не очень Хорошо Чистить ножовку Заморачиваться Но зато получается Ровненько Очень полосочка Для чего мы отрезали Эту полосочку Сейчас я вам расскажу Вот у нас Эта доска Она будет вплотную К фронтону И чтобы она Не гнила Мы на нее Пристрелим рубероид Прикасаться будет она К камню А это плохо Давайте сначала Нам очень много То не надо ее пристреливать Лишь бы она Не упала Вообще Я смотрю Когда строят Серьезные крыши Обычно эта доска Фронтона Не касается Но я для себя решил Что Я хочу Чтобы была жесткость И не вижу Ничего плохого От того что Доска будет касаться Газоблока С учетом Что она будет касаться Через рубероид Как вам известно Газобетон Очень плохо В газобетон Очень плохо Закручивать Саморезы Точнее Закручивать В него легко Но толка От этого Не очень много Поэтому Мы понимаем Что эти саморезы Они А варень Что эти саморезы Они Особо Держать не будут Так Прификсируют Доску Доску Прификсируют Газобетон Ну и Слава богу Главное Не перетягивать Холодно Плохо Жарко Плохо Какая я все таки Капризная Скотина Хотя нет Это я так радуюсь В хорошей погоде Так Заволок сюда Все свое имущество Из-за этого Блин Дождя Сначала Все наверх Тащишь Потом Все убираешь Так Короче Нам надо Закрепить Две подпоры Не кочегары Мы Не плотники Та-ра-ра-ра-ра Та-ра-ра-ра А мы Монтажники Высотники Че-то там Привет вам шлем С высоты Да Так Так Закрепили мы Опору Для конькового Прогона Так У нас Вот тут Черточка Это Центр Теперь нам Надо Отметочку Сделать Такую Сверху Что Понять Где же У нас Должен Н vide Находиться Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра Я его проверял неоднократно Вот на этом пролиле Он у меня в принципе Не врет Так вот отметили мы где у нас будет Центр Так теперь Берем пластинку и связываем Эти две деревяшки Нам Это важно Кажется вот и так все достаточно надежно Но это не так Нужно чтобы вся конструкция была Между собой связана Для этого существуют Металлические пластины Они конечно стоят денег И Я старался экономить Когда покупал их Но Везде должен быть Разумный какой-то Предел для экономии Минус гвоздь Опять же Саморез Плюс гвозди Установил я с обоих сторон Эти подпорки Да кстати Видите Забыл я на первую Подложить руберой Точнее уже Я его подложил Как вы видите Забыл Заболтался И вы тоже не могли подсказать Что ты лепишь Деревяшка же касается Бетона Значит будет Сыреть Ну ладно Хорошо успел это сделать Сейчас Так ну что давайте попробуем Поставить Доску положить Помните я в одной из наших телепередач Спрашивал Что же самое главное При строительстве крыши Самое главное друзья Это не навернуться Вы присылали к нам в студию Правильные ответы Правильных ответов было большинство Поэтому приза никому не будет Ну извините Я самый сильный зель Но легкий Доска конечно не идеальная Спилы у нее Не под 90 градусов Но Она хотя бы ровная Поэтому я ее и взял Ну Что есть Что будет Коньковый прогон установлен Теперь надо поставить бабку Ну чтобы поставить бабку Детка ее сначала должен Выделить Бабки будет две Я думаю достаточно Даешь каждой бабке По детке Так Предварительно я просверлил Отверстие У меня доска Немножечко туда уходит То есть мне надо ее на себя Немножечко натянуть Чтобы она шла Посередине Плюс Кроме того Нам надо Этот доску Поднять немножко вверх Потому что Этот прогон Он все равно Со временем сядет Он будет садиться вниз Без всяких сомнений И нам надо его Ну приподнять наверх Дать Запас Когда он просядет Чтобы крыша была ровненькая Сами понимаете Насколько важен Важна вот эта линия Важен этот прогон Наверное встречали крыши Такие выгнутые Посередине Так Хороший глаз Тоже инструмент Я вот вижу Что у меня Визуально Эта линия Нормальная И здесь Немножечко У нас Прогон поднят Но мы говорили О том Что это Правильно Проверяем Насколько Бабка вертикальная Нам нужна Вертикальная бабка Две вертикальная бабка Где-то можно Воспользоваться Глазомером Особенно Когда прогон Такой большой Шестиметровый Можно Или веревку Натянуть Да Забыл сказать Что после того Как мы закрутили Первый саморез В бабку Проверьте Вертикаль И по этой стороне Дабы быть уверенным В том Что вы Не ошибетесь Только потом Закручивать Второй саморез Тогда Все будет Ровненько Бабку мы установили Закрепили точнее Но Закрепили Абсолютно Недостаточно Дело в том Что на этих Двух пожилых Женщин Будет Возлагаться Очень большая Ответственность Вложиться Очень большая Нагрузка Скажем так Ну чуть ли не основная Часть крыши Будет давить На Эти На этих Двух женщин Пожилых Да Поэтому Мы должны Поставить Еще по шпилечке Поставить по шпилечке В нижней части В месте В месте крепления Бабки Хотел сказать К детке В месте крепления Бабки К нашей Балке У нас заранее Подготовлены шпилечки Блин Что-то я их Длинные сделал Ну да ладно Длинные Не короткие Можно всегда Обрезать Получается Что у нас тут Центральный Прогон Будет опираться Сверху На бабку То есть Вот этого уголка Будет достаточно Для того Чтобы Не сместились Доски между собой А здесь Видите У нас сделано Специально Нахлест Чтобы Скрутить Это все Можно было бы Конечно Бабку поставить На балку Сверху Но это не очень правильно Такое Соединение Даст Большую жесткость А где у меня ключик Затягиваем Гаечки Стягиваем Всю эту конструкцию Получаем Жесткое Надежное Соединение Так Да И такая Дребедень Целый день Проворачивается Шпилька Я снова Побежал Вниз Зато Такие прыжки Позитивно Влияют На моем Внешнем Виде Жирок Немножко Растрясаем Все Теперь нормально Пошлите Обслужим Вторую бабушку Помните Я вам говорил Что Железная дорога От меня далеко На нее Больше полкилометра Видите Там поле И Слышно Очень Когда идут Поезда Там Товарники Там Постоянно Идет Движение Поэтому У нас Недобывает Шумно Ну что Поделать Ну что Получилось Жестко Получилось Ровно Не знаю Сможете ли Увидеть Это С этой Камеры Видите Кстати У меня Как Классно Выложили Фронтон Специалисты Которых Я нанимал Видите Как ровненько С той стороны Причем Нормально Выложили А здесь Что-то у них Подвело Чутье А тут Леса были Заставлены Я не увидел Когда принимал Работы Да и уже Принимал Поздно В общем Сам виноват Надо было Заставить Переделать Ну ладно Нам В принципе Это не создат Трудностей Это Исправимо Как мы говорили Существует Значительное Количество Значительное Число Различных Стропильных Систем Люди За Период Существования За многие Столетия Строительства Жилья Придумали Разные Способы Их Все Можно Посмотреть В интернете Сейчас Проблем Нету Схемы Чертежи Как люди Это делают Я для себя Выбрал Самый легкий Для меня Путь Который Я считаю Правиль Потому что Во-первых Я работаю Один Мне нужно К этому Приспосабливаться Во-вторых Потому что Я хочу Сэкономить Свои силы И время Может быть Кто-то Считает Что нужно Делать По-другому Ну Это его Право Я буду Делать Так Как я Считаю Коньковый Прогон И бабки Установлены На этом ролик Мы заканчиваем В следующей Нашей телепередаче Мы начнем Монтаж Непосредственно Самих Стропил Стропильных Ног Schuld Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok